МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Готовимся к активным, позитивным и спортивным выходным. В спорткомплексе «Олимпия» в субботу смотрим на маленьких звезд большого хоккея. Там будут проходить соревнования детских команд. В энергоуниверситете в пятницу и в субботу можно посмотреть состязания по пауэрлифтингу. Для студентов и вановских вузов. Также приедут ребята из соседних регионов. В пятницу, в субботу и воскресенье в Манеже на Колотилово состоятся состязания по конному спорту. Зрители оценят мастерство выездки и конкура. А в субботу вечером отправляемся на стадион «Текстильщик» и смотрим за игрой любимой команды красно-черных. В домашнем матче они сразятся с московской командой «Локомотив-Казанка». На нашем телеканале можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча. Начало в 17.00. Не пропустите. Научиться готовить, прокачать навыки, попробовать уникальные блюда со всего мира. Такой отдых предлагает кулинарная студия «Кухня». Здесь регулярно проходят мастер-классы и званные ужины для гурманов и сиборитов. Опытный повар вместе с гостями готовит блюда, раскрывает секреты его рецептуры, а после собравшиеся все вместе пробуют приготовленное. Абсолютно различные кухни, все по пожеланию гостей. Это может быть и чешская, итальянская, французская, русская, тайская, азиатская, какая-то другая кухня. То есть абсолютно любой формат. Когда-то у нас был корпоратив, и мужчины хотели баранину, а девочки хотели том-ям. И то есть абсолютно разные блюда можно сочетать вместе. Все по предпочтениям гостей. Еда может и должна быть красивой. Искусство ее приготовления обучат в студии «Кухня». Женщины освоят азы рецептур нежнейшей выпечки, мужчины раскроют секреты приготовления сочного мяса. Кроме прочего, организаторы приглашают проводить в уютной студии вечеринки, дни рождения и семейные праздники. Учить готовить могут, да. И какие-то основные принципы сказать готовки. И могут что-то новое, именно интересные фишечки сказать, то есть, да, как там что-то сделать, какие-то блюда интересные. То, что дома не приготовишь, допустим, да. Даже не то, что не приготовишь, а не подумаешь, что ты можешь приготовить дома. А здесь тебе покажут, и потом можно повторить. Вот, что-то интересное. Мастерская «Шестой этаж» в очередной раз приятно удивляет. На этот раз выставка и объединение СТО «Сторона». Три молодых художника расширяют границы своего творчества от уличных граффити до традиционных с позиции техники, живописи, графики и искусства татуировок. Это творчество невероятно актуально и злободневно. Авторам удалось перенести в пространство галереи стилистику уличной живописи. Посмотреть на протест, заключенный в рамке экспонатов, можно до начала мая. У этой выставки есть одна очень отчетливая целевая аудитория. Это молодые люди, начиная с тенейдерского возраста и заканчивая, наверное, 30 годами, которым близка, интересны, или которые сами занимаются уличным искусством, уличной живописью. Это первая явная целевая аудитория. А вторая, я думаю, более широкая гораздо. Это все, кому интересны современные, нестандартные эксперименты в области изобразительного искусства, которые проходят даже в таких традиционных форматах, как живописи, графика. В субботу, 21 апреля, в Ивановском драматическом театре смотрим классику. «Сон в летнюю ночь» – это комедия в двух действиях по произведению сэра Уильяма Шекспира. На два с лишним часа зрители переместятся из зала драматического театра в прохладу волшебного леса. Смогут понаблюдать за переживаниями героев, посочувствовать их страданиям и непременно чувствам. Ну и, конечно, настоящая любовь, как ей положено, разрушит все препятствия. Постановка только подчеркнет весеннее настроение. Любителей хвостатых проходимцев приглашают организаторы международной выставки «Царство кошек». В наш город показать своих породистых и упитанных питомцев приедут заводчики из соседних регионов. Привезут грациозных британцев, забавных манчкинов, гипнотизирующих бенгалов и по-царски роскошных мейн-кунов. Если хотите увидеть котов и кошек королевских кровей или приобрести котенка для сердца и души, спешите на выставку. Она будет работать в субботу и воскресенье. Приятное удивление и умиление ждет даже тех, кто всегда кусатым-полосатым был равнодушен. Когда определенная порода начинает набирать популярность, соответственно, ее популярность на выставке тоже увеличивается. То есть от года к году сначала были популярны британцы, да, сейчас они, может быть, менее популярны, зато много маяконов, бенгалов тоже в одно время было много. Ну и, конечно же, какой-то процент выставки занимают какие-то очень редкие породы. То есть все равно находятся заводчики, которым интересны именно такие животные, которых нет ни у кого. 21 апреля Всемирное цирковое сообщество отмечает Всемирный день цирка. В этот день принято проводить цирковые представления, мастер-классы, выставки, конкурсы. Мы тоже готовимся к этому празднику и мы проведем необычное цирковое представление. И принимать участие в нем будут не профессиональные артисты из цирковых династий, а дети, участники цирковых студий школ города Иваново. И под занавес еще немного культурных мероприятий. В пятницу в городских библиотеках состоится акция «Библионочь». В научке начало в 17.00. Будут мастер-классы, буккроссинг и много всего интересного. В библиотеке для детей и юношества на улице Крутицкой пройдет квест, концерт и будет много-много хорошей литературы. В библиотеках тоже умеют организовывать яркие, интересные мероприятия. А в субботу запланировано увлечение с поучением. В Центре культуры и отдыха состоится образовательный форум «Мама – это здорово». Для малышей – детские игровые зоны и показ детских фильмов. А для взрослых – дискуссионные площадки, мастер-классы и тренинги. Выходные обещают быть насыщенными. Удачи! Я надеюсь, вы отдохнете перед началом следующей длинной рабочей недели.